Доброе утро всем. 7 утра, суббота. Ни одной души. Только Эндрю. Суббота 19 мая. Короче, у нас сегодня такой короткий рейс, надо сделать субботний. На следующем повороте поверните налево. Ну, заправка работает, а вон там кто-то что-то, колесо меняет, что он там делает. Сгоняем, короче, мы в Амстердам и обратно. Вот так вот прокатимся. Покажу, что из этого выйдет. По идее, вечером мы должны вернуться сюда. все успеть сделать и вернуться. Ну что, Ауди уже работает? Да, работает. У меня все есть пока. Ну, вечером. Хотя вечером уже не будет работать Ауди. И завтра, воскресенье, понедельник. Так, ну ничего. Свободно, хорошо. Так, ну сейчас, что мы сделаем? Мы едем на базу. Ну, одну, короче, это такая работа. есть. Я чуть-чуть не свою работу делаю, как бы. Другая логистика. Короче, там прицепы фирма дает свои. Мне надо поставить пустой прицеп. Взять полный, отвезти его в Бомбстердам. В порт Амстердам. Это я за линию заехал. И поэтому оставить его там. Взять пустой и вернуться. Вот такая работа. Посмотрим, как это у нас выйдет. Погнали-ка. Все. Оставили прицеп. Взяли другой. Базу я вам не показал. Так. Ну, просто отцепился. На следующем повороте поверните направо. Сказали другое. Ну, номер прицепа. На следующем повороте поверните направо. Там их очень много, короче, прицепов. Очень много. Ехал в дуаль и смотрел свой номер. Но не номер именно прицепа. Ну, табличка сзади. А у них свои номера. Там 300, 400, 1000. Нашел свой. Зацепился. Там посмотрел, если чтобы он был загружен. Там должна быть бумага, что комплект. Типа закончено. Все можно забирать. Все документы. Все. Так, 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 так. Что там? Ну, все, короче, забрал его. И вот 360 километров в Голландию, в Амстердам. Походу, я его должен оставить на паром Стелла Лайн. Который идет на Англию, как я понял. Потому что адрес этого прицепа Манчестер, вроде так, туда он идет. Я его там оставлю. В порту, наверное, где-то, я не знаю. Возьму пустой и приеду обратно. Ну, да, ровно 4.30 до дотуда. Успеем? Без паузы не успеем? Я не знаю, короче. Вышло солнышко, красота. Что это? Ждет троллейбуса. Ну, посмотрим. Будут движения. Покажу. Вон там Волга, УАЗик. Чувак себе собирает. Я много... Ну, это тоже наши, наверное, бывшие, поэтому они видел и Зилы, и Камазы, и Мазы старые. Ну, они их собирают, восстанавливают. Катаются. Я выставлял в Инстаграм Жигуль. Ну, какая аллея. Походу, меня сегодня сфоткали. Ехал за одним легковой на круиз-контроле. То есть, у меня такая же скорость, сколько у него. И вот знак 70. Ехал, ну, показывал, я не знаю, 71, может, 72. Ну, зафоткала, короче, меня. Его нет, меня, да. Ну, посмотрим, что мне будет за 71. Может, и не будет. поосмотр. Бабушки едут куда-то с утра. Переход железнодорожный, видите. еле-еле так. Почти ничего не почувствовали. У нас надо 5 километров в час так, чтобы перевалиться. Да, здесь у них какая-то вечеринка была или будет. на следующем повороте поверните налево. На следующем повороте поверните налево. Кому интересно по штрафам, что там я оплачивал. Недавно пришел штраф на 108 евро за несоблюдение дистанции. Да, вот так вот. Я не знал, как бы Вова перевел, говорит. Ну, это бывает, на мостах они ставят, ставят на мостах камеру и дистанцию проверяют друг от друга. Я как бы стараюсь держать дистанцию, наоборот, специально меня злит, когда другие едут прямо сзади. Ну, я не знаю, может, я там собирался на обгон ехать или пару метров, потому что я включаю круиз, и он там 150 метров держит автоматом, как бы редко, когда ближе дальше. Так что я не знаю, как это произошло, но как я его оплатил, там сразу в штрафе, в письме был номер счета, на чье имя, номер счета, 108 евро, взял прямо с мобильного телефона, со своей карточки, перечислил им, и все, никуда не надо ходить, что-то делать, и один балл, кстати, поставили мне за это нарушение, а у них в Германии, походу, вообще жесть, я думал, только 7 баллов, у нас в Молдавии 12, и плюс у нас каждые полгода обнуляется, если нет новых нарушений, то он сгорает, а здесь через 2 года аж сгорает, короче, же скач, ну вот такое у меня есть, и еще было пару нарушений, как бы за превышение, так, когда я в Польше работал, шеф говорил, что тебе пришло за нарушение, он даже не показывал, не спрашивал, просто снимал там 45 евро за штраф, и все, а что там было, не было, не знаю, как бы, он говорит, во Франции минимальный штраф 45 превышение, так, больше пока ничего такого нет, слава богу, был на контроле, если вы видели, то ничего не нашли, отпустили, сказали, все гуд, вот городок шикарный, смотрите, как все, бордюрики, деревья, видно, сделали улицу, деревья свеженькие, посажены, такое, узковато, но для пешеходов больше места, чем для машин, автомобилей, ну и правильно, ну и правильно, купил я, короче, камеру, заказал уже, хорошую, шикарную камеру, так что, недолго вам мучиться, надеюсь, посмотрим, я вот засниму один раз, и вас не предупрежу, хоть увидите разницу, не, должны, конечно, увидеть, потому что это самая первая Сонька АС-15, она, ну я не знаю, первая вроде, десятая, не знаю, если была, самая-самая, которая вот такой формы, ну, экшн-камера Сонь, потом пошла 30, 40, 50, там потом 100, 200, сейчас 300, 3000, топовая, как бы, ну, и так, очень классно снимает, хороший звук, и она себя уже давно купила, так что, пора ей на пенсию, хотя, будем стараться снимать с двух камер, посмотрим, если получится, не будет сильно трудно, монтаж, все дела, потому что, я же работаю, видео, это так, побочный эффект, ну, так, показать вам, не всегда есть время монтировать, но будем стараться, потому что интересно, читать ваши комменты, приятно, встречать, на паркингах, уже вот, в этой годенции, трех встретил, подходили, сами здоровались, желали всего хорошего, я им желал, короче, все шикарно, так что, будем снимать дальше, все, поедем, до Голландии, не знаю, сколько, но, надо ехать, смотрим дальше, за движением, остановился, кофеек сделать, сварил я на своей, на плиточке, такую штучку, кофейку, там добавил сливки, сахар, и сейчас вот, колбас, бутерброды, сделаю, поеду, 15 минут, надо ехать, ну как, короче, потихоньку, становился здесь, карманчик, такой, на автобане, без туалета, без ничего, зеленка называется, мерсик, блестит, как без, аж, аж в глаза бьет, мужик едет, походу, на какую-то, выставку, или он так всегда блестит, 450 SE, вот я вышел на обгон, он надавил на газ, он красавчик, он съезжает, красавчик, что-то случилось, где он, даже не знаю, куда он поедет, все, все шугаются, не знают, ну вот, по идее, туда они должны, все, вот, все, ну, походу, там, три машины, друг друга догнали, о, блин, сколько, ого, так разогнались, чуть сами в аварию не влепились, ничего такого, все жилеточки, все вышли на дорогу, не хочешь, не хочешь, пожарники спрашивают, что, надо тушить, ничего, не надо, ну ладно, тогда, ну шо, догнал, шкода, о, ну эти, да, подук, о, смотри, одной все-таки плохо стало, на носилке ее, ну да, там подушка выстрелила, чуть-чуть ей по носу дала, ну, несоблюдение дистанции, втыкала в телефон, едем дальше, ну подъезжаем, подъезжаем, вода уже очень близко, вот посмотрите, видите, уже вода, 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 и подъедем к кораблю, не знаю, будет он, не будет, короче, мне надо оставить прицеп, взять пустой, поехать обратно, Голландия, красота, дороги шикарные, чуть погода, но зато солнца нету, глаза не устают, еду себе спокойно, нормально, коровки пасутся, ну сейчас буду подъезжать, включимся дальше, посмотрим, надеюсь, не будем блуждать, теплицы, 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 это все помидорки, огурцы, в Голландии, это очень-очень развито, у них, они все делают, теплицы, теплицы здесь, немерено, вся Германия кушает, голландские помидорки, так, подъезжаем, на лево, на дороге, двойной круг, там три полосы по большому кругу, а я еду на, на второй маленький круг, вот так вот, круг в круге, короче, что-то типа такого, еще на кругу светофоры тоже, ага, используйте третий съезд, ну, третий съезд, да, наверное, я использую третий съезд, развязки, ой, и гуси посередине себе сидят, пасутся, как они туда прошли, ихнее место там, шикардосное, вроде правильно, а дальше, 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 походу, здесь, да или нет, да, 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 я думаю, что так, через 100 метров поверните направо, на дороге, с круговым движением, съедьте, и используя первый съезд, ну, вроде бы, вроде бы так, везде водичка, велики валяются, просто покидали, теплицы, водичка, много воды, смотрю, блин, это горбузка, горбузка, тут и тут, все, 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 я когда на первой фирме работал, первой, первой, где стажировка проходила, мы, с теплиц, помидорки, огурцы, забирали, и на Германию таскали, и на Германию таскали, люди работают, уточки, ладно, поеду, что-то узенько, все, короче, приехали, с приключениями, да, конечно, чуть-чуть, я, сделал не то, ладно, сейчас заеду, покажу, короче, сказали, вот тот, походу, Стелла Лайн, да, в пять вечера улетает, поставите на Е, Е, на, блин, территорию Е, вот А, на столбе, короче, я забыл заехать, к охраннику, он мне должен был дать референс номер, прицепа, который я должен забрать, 296, не знаю, посмотрим, так, Б, С, Д, А, Е, А, Б, С, Д, Е, Ого, аж там, я не заехал, и, а, шо делать, но, все, созвонились, передали мне референс, и все, теперь дали, дали наклеечку заклеить, чтобы, типа, оплатил, да, вот они, с наклеечками, шо бы я заклеил, и этот, который будет загружать, шо бы забрал его, на, 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 уже, все, ты уехал, шо мне делать, а, а, хе-хе-хе, так, и шо, едем поближе к кораблю, думали, все, капец, больше, а здесь, что, здесь, наверное, сразу на машине, да, стелла, ла, где-то здесь наезд, сказали оставить, место еще, наверное, надо найти, о, мой, самый близкий на отъезд, так, дайте место, 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 пока все забито, где мне его оставлять, не? ё-моё, я уже на F перехожу, ну, все, разобрались вроде, подцепил я, не отлетит, так, это шо, между ними надо ехать, или наоборот нельзя, короче, наверное, нельзя, не будет, а, это шо, бы не ставили, может, прицеп, или шо, короче, должен был, быть в C, а он аж в D стоял, блин, сделал три круга, потерял, так, сейчас, отсканирую чек на выезд, и все, по идее, можно уезжать, не знаю, переживаю здесь снимать, чтобы, давай, прошли подсветку, это он фоткает, типа, как завел, как вышел, чтобы потом, если, закосячил прицеп, короче, зафоткали состояние прицепа, но этот вообще новый, все, едем обратно, на отдыхать, да, голландские фуры, конечно, крутые, все навороченные, на следующем повороте, поверните налево, ого, сколько поприперлось, или оставил машину, или прицеп, последнее место осталось, на следующем повороте, поверните направо, затем, на следующем повороте, поверните налево, все, надо ломиться, у меня времени впритык, воскресенье, понедельник, опять какой-то праздник, так что отдыхаем, на следующем повороте, поверните направо, затем, На следующем повороте Голубая, белая Голландцы молодцы Любят фуры Все, едем дальше Я погнал Побывали мы в порту Лайн-сити какой-то Стоп, надо нажать Поехать дальше Перепроложить Так, ты не перепролаживай Куда мне ехать, лучше скажи Все, пропустить На следующем повороте поверните налево Все Прикалываются пацаны Самокаты у них такие Все Заканчивается рейс Ездил я Подъезжаю Еще 18 километров Очень длинные дни Еще не лето Уже такие длиннющие С 4-х Блин, с 5-ти уже Светлой аж До 10-ти почти Капец Людей нема почти Включил Показать, что нет Но появились чуть-чуть Короче, все шикарно Вот так мы съездили Конечно, по времени Чуть-чуть я Не успел Пришлось Приходится нарушать Но надо доехать до базы Чтобы там 45-ку Отстоять спокойно Так что За На 20 минут Ничего страшного не будет Я надеюсь Рельсы рядом Поезд ездит Прямо вдоль дороги Едет Классно Ну все Всем пока Подписывайтесь на канал Ставьте лайки И пожелания Что там еще Поснимать Снимать или не снимать Вот такие серии Ни о чем Можно сказать Ну я так и всегда И у меня Такие серии Рейсы Работа Я не учитель Еще раз повторю Никого Не хочу учить Нет желания Просто показываю Свою работу Что я вижу Все Всем пока Пока